Дорога отца нашего Иоанна Златоуста. Слово о девстве. Продолжение. Заслуживает исследование и следующее. Если брак честен и ложа непорочна, евреям 13,4, то почему апостол не допускает их во время поста и молитвы? Потому что весьма странно было бы, если даже удею, у которых все имел отпечаток плотской, которым позволялось даже иметь по две жены, одних изгонят, а других брать, так предохраняли себя в этом деле, что, приготовляясь слушать Слово Божие, воздерживались от законного соития, притом не один день и не два, а несколько дней. То было бы странно, если бы мы, получившие такую благодать, принявшие духу, умершие, испогревшиеся Христу, достоившиеся усыновления, возведенные в такую почесть, после столь многих и столь великих благ, не прилагали усердия одинаково с этими детьми. Если же кто стал бы опять спрашивать, созовите народ, созовите собрание, пригласите старцев. Иоиля 2.15.16 Ну, может быть, ты желаешь знать, где он советовал воздерживаться от жены? Пусть выйдет, говорит он, жених и чертога своего и невеста, и своей горницы. Иоиля 2.16 Это даже больше Моисеева повеления. Если жениху и невесте, у которой страсти кипят, юность цветет, похоть бывает неудержима, не следует сообщаться во время поста и молитвы, то не гораздо или более тем, для которых нет такой необходимости сообщения. Тот, кто молится и постится как следует, должен отказаться от всякой житейской похоти, от всякой заботы и рассеянности, и вполне сосредоточившись в самом себе во всех отношениях, в таком состоянии приступать к Богу. Потому к поста есть добро, что он устраняет заботы души и, прекращая угнетающую ум дремоту, обращает все помыслы к ней самой. На это и Павел намекает, когда отклоняет от совокупления и употребляет выражение весьма точное. Он не сказал, да не оскверняет, но для упражнения в посте и молитве, так как сообщение с женой ведет не к нечистоте, но к неупражнению в этих делах. Если теперь после такой предосторожности дьявол старается препятствовать нам во время молитвы, то сдаст силу в душу расслабленную, изнеженную от пристрастия к жене, чего не сделает он, развлекая туда и сюда наши мысли на очи, чтобы нам не потерпеть этого и не обращаться к Богу с напрасной молитвой, особенно когда мы стараемся преклонить его на милость к нам. Апостол и повелевает удаляться от брачного ложа. Если приходящие к царям, что я говорю к царям, даже к низшим начальникам и рабы, прибегающие к господам, претерпев ли обиду от других или нуждаясь в каком-нибудь благодеянии, или поспешая укротить возбудившийся против них гнев, приступают к объяснению с этими лицами, устремив на них глаза и все мысли свои, а при малейшей рассеянности не только не достигают желаемого, но и уходят, получив какую-нибудь неприятность. Если желающие утишить гнев людей поступают с такой тщательностью, то что будет с нами несчастным, если мы будем приступать с небрежностью к владыке всех Богу? Подвергшись притом гораздо большему гнилу его. Ни слуга не станет раздражать господина, ни подданный царя, так как мы ежедневно поглядяем Бога. Объясняет, и Христос назвал грехи по отношению к ближнему динариями, а грехи по отношению к Богу. «Десять тысяч талантов» Матфея 18, 23, 24. «Посему, когда мы в молитвах прибегаем к нему с намерением утишить такой гнев, милости ведь его, так прогневляемого нами каждый день, апостол справедливо отклоняет нас от упомянутого наслаждения и как бы так говорит. Возлюбленные, речь идет у нас о душе, опасность предстоит крайняя, нужно трепетать, страшиться и сокрушаться. Мы приступаем к грозному владыке, многократно оскорбленному нами, имеющему против нас великие обвинения и за великие грехи. Теперь не время объятия наслаждений, но слез и горьких стенаний, колено преклонений тщательного исповедания, прилежного сокрушения многих молитв. Благо будет тому, кто с таким усердием приступив, припавший к Богу, смягчит гнет его. Не потому, чтобы Господь наш был жесток и непреклонен, напротив, Он очень кроток и человеколюбив, но чрезмерность наших грехов не попускает даже и благому, кроткому и многомилостивому скоро прощать нас. Посему и говорит апостол для упражнения в посте и молитве. Что же быть прискорбнее такого рабства? Я хотел бы преуспеть добродетели возноситься на небо, постоянные упражнения в постах и молитвах, омыть нечистоту души, а между тем, если жена не хочет склониться на это мое намерение, я принужден рабски подчиняться ее невоздержанию. Поэтому сначала он и сказал, хорошо человеку не касаться женщины. Поэтому ученики говорили Господу, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Матфея 19.10 Рассудив, что в браке та и другая сторона необходимо терпить стеснение, они вынуждены этими мыслями и произнесли такое изречение. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин